ЛАВ РАДИО КАЗАХСТАН УСНАТЫ Нам организовали встречу. Я не стеснялась. Это был человек, который как будто я знаю его сто лет. Я не совсем понимаю, с чего поднимаются такие разговоры. Честно говоря, вот меня папа выдал замуж. Уже хотел отчаяться. Ну, мы познакомились по работе. Нам организовали встречу. На тот момент я владел ночным клубом, и мне нужно было провести серию вечеринок. Для этого я искал партнеров. Ну, и вот меня с ней познакомили. Я как раз только прилетела с границы, поэтому, если честно, при знакомстве я еще пока не знала, что он из группы «Алдавай», что он поет. То есть я увидела его просто как человека. Я практически ничего о ней не знал, ее не знал. Увидел первый раз, и вот после этого начали общаться. Она мне сразу очень понравилась. Ну, это своим поведением, как она держится, представляет себя. Очень приятный человек был, потому что мы, когда разговаривали по работе, меня перебили. И он единственный, кто сказал, подождите, давайте мы ее дослушаем. И, наверное, меня это поразило, потому что не все могут слушать, и тем более не все могут слышать. Поэтому, вот. Было сразу видно, что девушка она умная, воспитанная. Ну, и, конечно же, красавица. Это как-то вот само собой все очень быстро началось, потому что мы начали встречаться сначала по работе, потом как-то темы работы у нас отошли, мы начали узнавать друг друга поближе. Всегда у себя в голове держал образ того, какой бы хотел себе спутницу, жену, невесту, соратника. Поэтому, когда мы начали общаться, я начал находить в ней эти черты и понял, что это человек, которому надо присмотреться серьезно. Видя его постоянно, мне хотелось с ним общаться, и я не стеснялась. То есть это был человек, который как будто я знаю его сто лет. Да, я даже не думал, что когда-нибудь этот момент наступит, что когда-нибудь я кому-нибудь захочу сделать предложение. Но вот, когда оно пришло, это было для меня, конечно же, волнительно. И я, как бы, честно скажу, не сторонник каких-то вот таких сейчас разрекламированных, романтичных предложений. Я просто, ну, с другой стороны, я понимаю, насколько это ответственный момент, ведь он должен запомниться. Поэтому я думал, вот, как бы это сделать так запоминающимся. Предложение он мне сделал в кинотеатре. Меня, если честно, вообще очень сложно удивить в том плане, что такая подозревайка. Всегда вот думаю, а, значит, что-то не так-то. А тут он мне говорит, пойдем в кино. Думаю, ну ладно. И мы ехали, он вот так торопился, я думаю, что ж такое. Он говорит, у меня там друзья ждут, мы уже договорились, нельзя опаздывать, это некрасиво. Думаю, ну ладно, говорю, хорошо, давай. Мы как раз специально опоздали на сеанс. И во время сеанса, перед самым фильмом, после рекламы, вышло мое видеопредложение. А потом уже официально я вышел с цветами и дал, подарил кольцо. Мы когда ехали, у меня уже были какие-то подозрения. Думаю, наверное, что-то вот должно быть. А мы потом зашли, начался фильм. Он говорит, я пойду за водой, тебе что-нибудь принести? Я говорю, ну ладно, давай воду. Он вышел. То есть я вообще не подозревала, для меня это было крайне шоком. Ну, приятный шок, конечно. Тяжело такое забыть. Ну, да, люди, конечно, удивились. Многие не поверили. Многие порадовались. Были и те, кто злословил. Ну, какой же у нас интернет без хейтеров? 50 было процентов против. У многих были разбиты сердца. 50 процентов говорили, наконец-то он женится. Ну, в основном все порадовались. Потому что действительно долго меня уже женили, сватали. И туда-сюда там отправляли, знакомили. Ну, вот, наконец-то. Во-первых, меня бы отец не выдал бы замуж за недостойного человека. И, честно говоря, вот меня папа выдал замуж. То есть и все. То есть я на полном обеспечении своего мужа. Как бы нет такого, что как-то мы причастны к семье моей. То есть нет. Да, мы стали все большой семьей, мы стали родственниками. Но мы живем своей жизнью. То есть он работает, двигается так, как он хочет. Родители, мама очень обрадовалась. Вот. Она долго ждала. Вот. Уже хотела отчаяться. И были люди, которые оказались против. В основном это неизвестные мне личности в Инстаграме. Хотя иногда я смотрю почерк знакомый, думаю, по-моему, я кого-то из них знаю, да, лично даже. Вот так вот. Я не совсем понимаю, с чего поднимаются такие разговоры. Я считаю себя, в принципе, вполне самодостаточным. И, в принципе, мы общаемся на одном уровне. Я понимаю, бывают неравные браки, когда люди совсем из разных миров. Когда они даже элементарно не должны понимать друг друга. Но здесь мы прекрасно понимаем. И, в принципе, я чувствую себя на уровне и со своей супругой, и ее со мной. Так что, мне кажется, у нас все прекрасно. Сегодняшние женщины эмансипированы. Они считают, что успешность – это вот… Они должны быть мужеподобными и равняться на мужчин. Я считаю, это большая ошибка. Вот я думала об этом очень много. Наверное, не у каждого есть такое сердце, как у него. Потому что он, на самом деле, очень добр сердцем и очень чуткий. Поэтому одна из главных ее черт, благодаря которым легко нам приходится вместе – это ее покорность, покорность своему мужчине. Когда есть темперамент, то есть мужской стержень, но быть все равно милым, заботливым – это не каждый может. У нее нет худших чертов. Телефон. Это его телефон. Это его худшие черта. Он всегда и везде рядом. Нет, нет. Мне все устраивает. Иногда мне хочется его выбрать. Конечно же, она. Единственное, я отвечаю за фрукты. Потому что я специалист по фруктам и сухофруктам. Ну, за фрукты он, если честно. Потому что я не так хорошо выбираю, как он. Он сразу видит, где плохо, где хорошо. За годы своей холостой жизни я не готовил. Никогда, конечно. Я питался в основном в городе, в ресторанах. Но единственное, что дома у меня всегда были фрукты, сухофрукты. Еще я делаю фреш из зеленой смузи каждый день. Поэтому я хорошо в этом разбираюсь. И это осталось за мной. Остальное – это ее вотчина, ее поле деятельности. Я туда не влазил. Зарабатывай или тратит? Тоже он. Ну, как бы по продуктам, то есть я отвечаю. Но полностью по финансам он отвечает. Ну, тратим мы вместе. Радостно. С удовольствием. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что пока у нас конфликтов, слава богу, не было. У нас это не будет каком-то саморекламой или я не покривлю душой. Я скажу честно, у нас не было конфликтов. Даже мелких. И дай бог не будет. Но мы с ним договорились так, что если будет какой-то у нас с ним конфликт, то мы будем разговаривать. То есть скандалы ни я, ни он не любят. У него, наверное, и черный, и белый. Черный. У меня тоже и черный, и белый, но я еще очень люблю голубого оттенка. Белый. У нее бешпармак. Безусловно, бешпармак. У меня бешпармак. Она даже сегодня показала мне картинку. «Как вы можете не верить в настоящую любовь? Что может быть лучше любви?» Там отвечает. А вы пробовали бешпармак? У него все, что полезно. Он любит голову барана. Это я точно знаю. Кстати, у меня, наверное, с той же оперы. Я очень люблю голову барана. Такого прям любимого у меня нет. Недавно посмотрел «Движение вверх». Мне очень понравился. И «Миллионеры струщоб» уже много раз повторяя меня спрашивать. Последний раз мы ходили на фильм «Вверх» российский. Нам он очень понравился. И ему, и мне безумно. А потом нам очень нравятся «Миллионеры струщоб». У нее любимый фильм «Спеши любить». Мне нравится «Спеши любить». Моя Стивен Кови, Стивен Эр Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». У него любимая книга «Семь навыков высокоэффективных людей». У нее, ну, она тоже любит читать. Любимая книга. Блин, какая же у меня любимая книга. Ну, вот знаю, что любит Паула Коэльо. Не «Одинсминут», «Алхимик». А у меня Паула Коэльо, «Алхимик». У меня нет примера для подражания. Честно, я у него, я не знаю, если он есть. По-моему, нету. У меня его нету примера для подражания. У нее, вот, мне кажется, ее мама и ее бабушка. Я представляю себе ее активное, активное долголетие и полезное. То есть это не такие старые люди. Мы не такие старые люди, допустим, которые там уже потеряли свое здоровье, одрехлеили и являются там обузой своим родным. До вашего вопроса я старостью не задумывалась, если честно. Ну, не знаю, наверное, где мы с ним сидим вместе. Моя старость – это активность, это полезность обществу. Это какая-то активная созидательность. Ну, такое представляю. Мы вместе сидим на берегу моря, знаешь, что наши дети здоровы, счастливы. И все. И все. И сказке конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok